Добрый день, уважаемые зрители нашего канала! Сегодня мы вам продемонстрируем, как можно установить программу Monaco и прикрутить к нему OpenPort. Запускаем инсталляционный файлик DTS Monaco. Ждем пока распакуются программное обеспечение. Еще раз повторяю, что мы будем OpenPort прикручивать к программе Monaco и у нас все будет прекрасно работать. Внизу только что были показаны ссылки, где можно подписаться на нашу группу ВКонтакте, также Instagram и Telegram канал. Ждем пока произойдется распаковка программного обеспечения. Продолжить назову и выбираем директорию. Выпускаем продолжение установки программного обеспечения. Продолжить папку. Выбираем Monaco. Производим дальнейшую установку. Ждем пока проинсталируется программное обеспечение. Не забываем ставить лайки, обязательно пишем комментарии. Напоминаю, что видео о том, как прикрутить OpenPort в программе Monaco и благополучно использовать для кодирования. Ждем завершения инсталляции. Далее мы покажем пример. Что все работает действительно. Убираем ручные установки. Устанавливаются аддоны. Обновление. Запускаем от имени администратора Патчер. Продолжение следует... Запускаем салон Monaco. Так как мы делали это на Macbook Pro, здесь нужно выставить параметры, чтобы отображалось окно правильно. На другом компьютере этого делать не надо, только на Macbook. Обычно это. Выбираем наши папки. Сейчас нам нужно создать соединение. Новый интерфейс. Создаем новый интерфейс. ПДУ API. Обзываем его OpenPort 2.0. Жмем далее. Выбираем драйвера API и ПДУ, в которых определяется наш OpenPort. J2534 обязательно. Также выбираем каким контактом, что подсоединяется. К. К-линия. Сохраняем. Далее подключаем наш OpenPort. Разрешаем программным обеспечением через браузер. Пользуется. На этом практически мы закончили установку интерфейса OpenPort для Monaco. Сейчас будем подключаться непосредственно и проверять, как это работает уже на машине. Проверка интерфейса, что OpenPort видится. Видим, что у нас законнектился интерфейс OpenPort. J2534 мы видим у нас в настройках установлены. Дальше мы будем подключаться к магнитоле. Запись проекта происходит в онлайне, ребята, поэтому есть небольшие накладки по времени. Подключение к машине произошло к нашему команду MTG51. Выбираем наш команд, наш проект. Будем менять здесь регион в магнитоле. Видим, что OpenPort считывает всю информацию. Подключились. Видим, что команд в диагностику у нас перешел в режим. Вкладочки все видят. То есть OpenPort полноценно работает. Подключаемся и производим кодирование блока. Демонстрация вкладок. Коннектимся к блоку. Вариантное кодирование. Включаем. Видим наши вкладки кодировки. Видим, как раз выбираем. Видим. Видим, конечно это правильно. Увидим, как раз выбирает неё в fundamento времени. Выбираем радио, в данном случае tuner, будем заменять кодировку. Дальше просто демонстрация работы, что все работает через OpenPort. Не все конечно дает делать OpenPort, но основные кодировки он дает делать возможности. То есть здесь полноценно прикручен OpenPort 2.0. Можно пользоваться программой Monaco. Повторяю, что это просто демонстрация возможностей его, просмотр, что он может. На этом мы будем заканчивать наше видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает продвигать наше видео на нашем канале и делиться с вами информацией. Видим у нас регион Европа, мы его поменяем на Японию и произведем котировку. Делаем reset блока и выходим из блока. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Ждите следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok